Библейский портал экзегет.ру представляет Послание к Ефесиным, четвёртая глава, библейский портал Экзегет. Ну, три главы послания к Ефесиным мы с вами прочитали. В них очень много богословия и поэзии, я бы сказал, поэтического богословия. Но можно задать вопрос, хорошо, прекрасно Павел говорит, что нам нравится, ну, а нам-то чего, какая разница, нам как быть? Ты говоришь, нас Христос спас, нам уготовил место рядом с Отцом. Ну, отлично, мы согласны. Вот с четвёртой главы Павел начинает их увещевать. Он говорит о том, что, собственно, им надо делать. У Павла эта вечная история веры или дела, да? Он говорит, вы спасены благодатью по вере, да, то есть спасительна вера, а не добрые дела, потому что если спасительна добрые дела, то Христос не нужен. Вы делаете хорошие вещи, Господь вас помилует. Вот, но с другой стороны, если вы спасены по вере, что это может означать? Вот я человек верующий, я уже спасён, всё отлично, я дальше живу, как хочу, делаю, чего мне в голову придёт. Это же тоже не вариант. И Павел даёт, мы читали эту фразу у него, даёт такой принцип – вы сотворены ради добрых дел. То есть спасение и примирение с Богом Павел понимает, прежде всего, как новое творение, да? То есть было творение старое, когда мир был сотворён, и человек в том числе, а вот здесь вы сотворены заново, вы какие-то новые люди, и вы сотворены для какой-то цели. Соответствуйте этой цели. Не потому, что иначе вас не спасут, а потому, что вы для этого нужны. Вот как воин, призванный в армию, да, или купец, пришедший в лавку, воин несёт службу, да, купец ведёт торговлю. Ну что, он будет там спать, что ли, на своём сундуке, или воин там будет тоже отдыхать? Он для чего-то в этом положении оказался. И вы, христиане, тоже. И я, узник ради Господа. Помните, мы уже в третьем это читали, в третьей главе, когда он себя называет узником ради Господа, да, с одной стороны, он в заключении, действительно, он арестован, а с другой стороны, он Господом самим пленён. Он уже не сам по себе, он его пленник, и исполняет то, что ему сказано, как любой пленник, он сам распоряжается своей жизнью. Я, узник ради Господа, призываю вас вести себя достойно того призыва, который был к вам обращён. То есть вас призвали. Вот сегодня там призывают в армию. Он говорит о призыве. Конечно, не в армию, тогда не было призыва, это иначе называлось, иначе работало. Но их призывает Господь, и, отвечая на этот призыв, давая своё согласие, они берут на себя обязательства. То есть спасение – это благодатный дар, но это не просто такая конфетка, которую дают, получил и свободен, съел её и пошёл дальше. Это некое новое творение, это новые качества, в которые человек вступает, и, соответственно, он начинает новую жизнь. Так вот, ведите себя достойно того призыва, который был к вам обращён. А как? Проститесь, молитесь? Он говорит о другом. Со всяческим смиренно-мудрием, кротостью, терпеливостью уступайте друг другу в любви и старайтесь сохранять духовное единство в вашем мирном союзе. Павел, как до него ветхозаветные пророки, говорит, что самое главное – это отношение между вами. Если есть мир, если есть любовь, и причём он называет много разных слов, смиренно-мудрие. Очень люблю это слово, оно такое немножко искусственное по-русски, но это модель греческого слова «тапа инофросиуна», где есть слово «смирение» и слово «мудрость». Потому что, вы знаете, бывает высокомудрие. Я такой гениальный, а вы – ничтожные людишки. А бывает смирение такое забитое, унылое, несчастное. Я тупенький, маленький, но я зато смирённый. И то, и другое плохо. Когда человек одновременно мудр и смирен, и это в гармонии, да, это вообще прекрасно. Когда у него есть понимание того, что происходит, но есть и скромность, когда он это понимание для того, чтобы себя возвысить не использует. Кротость, терпеливость, уступки друг другу в любви. Уступать можно как? Можно сжав зубы сказать, ну, ладно, делай, как знаешь. А уступать друг другу в любви – это значит, ну, вот, когда люди друг друга любят, там, родители ребёнка или, там, влюблённые, они же стараются прям всё отдать, подарить, да. Вот это норма отношений среди христиан. Старайтесь сохранять духовное единство в вашем мирном союзе, да. Не единомыслие казарменного образца. Да, все говорят одно и то же, одним и тем же голосом. Не ту ситуацию, когда один думает за всех, а все просто за ним повторяют, да. Но единодушие в мирном союзе, когда есть единство на каком-то глубинном плане. Собственно, лучше церковь не описать. И вот дальше это слово «единство» он будет раскрывать, раскрывать, раскрывать. Четвёртая глава о единстве в церкви. Одно есть тело, и один дух, и вы призваны к единой надежде. Что такое одно тело и один дух? Но вот церковь – это тело Христово. Так и у Христа одно тело, которое за всё человечество было вознесено на крест. И один святой дух, который действует в церкви. И надежда у всех одна и та же, а не то, что каждый что-то своё хочет получить. Единый Господь, единая вера, единое крещение, единый Бог и всеобщий Отец. Он надо всем, через всё и во всём. Ну, мы скажем, тогда и церковь – это сообщество абсолютно одинаковых людей. Иногда это так люди и понимают. То есть надо принять на себя какой-то образ, одеться соответствующе, определённые выражения говорить определённым языком. Совершенно не это Павел имеет в виду. Он дальше в этом единстве начинает развивать тему разнообразия. Разнообразие в единстве. Вот что такое церковь, согласно апостолу Павлу. И он приводит здесь цитату. Он вообще-то не очень любит цитировать в Ефесинах. В других посланиях он цитирует прямо страницами. А здесь он как-то настолько увлечён своей поэзией. Вообще, это моё любимое послание в Новом Завете Ефесине. Вот такое красивое, сложное, но одновременно понятное. И он даже на цитаты не отвлекается. Но одно даёт. Потому и сказано. «Взошёл он на высоту, пленил пленных и людей наделил дарами». Это немножко неточная цитата из Псалтирии, 67-й Псалом. О чём идёт речь? Ну, в Псалтирии может быть о военной победе изначально. А здесь Христос взошёл на высоту, пленил пленных. И он уточняет. Что значит слово «взошёл», как не то, что прежде он сошёл в глубины земли. Да, это он сошёл, и он взошёл превыше всех небес, чтобы всё наполнить собой. А вот пленил пленных. Кто это? Ну, в Псалтирии, может быть, это в буквальном смысле, в историческом контексте, про царя, который берёт в плен своих врагов. А у Павла это всё-таки скорее те, кто были пленены дьяволом. Те, кто содержались вот в этом аду. Те, кто содержались в этой глубине. Глубина земли – это ведь не просто могила, куда Христос сошёл и пробыл там недолго. Но это, наверное, можно понимать, как схождение в ад, как схождение туда, где вот эти самые человеческие души находились в плену. И он пленяет их заново. Павел себя называет пленником Христа. И вот те, кто пленены дьяволом, он делает своими пленниками Христос. И отсюда вытекает вот это единство в церкви. Он это сделал со всеми, а не только с кем-то одним. А что же дальше? Всех построил и сделал одинаковыми? Нет. И одним он даровал быть апостолами, другим – пророками, третьими – евангелистами, а иным – пастырями и учителями, чтобы подготовить святых для дела служения и для созидания церкви как тела Христова. Смотрите, разнообразие служений. Причём это разнообразие приходит от него. И у нас есть иерархия. Да, она всегда была. Епископы, священники, миряне. Но он по-другому описывает. Это апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя. Он не называет ранги, да, там, майор, полковник, генерал. Он описывает, что делает человек в церкви. Кто-то пастырь, кто-то учитель, кто-то апостол, кто-то пророк. То есть это не иерархия в смысле некого такого чинопоследования, да, кто кому подчиняется, а в смысле разнообразия служений. Как и семья, где есть папа, есть мама, есть дети, да. Но это сложно устроенный организм, где каждый делает что-то своё. И есть единая цель, чтобы подготовить святых для дела служения и для созидания церкви как тела Христова. Да, то есть все эти служения ведут к одному и тому же. Пока все мы не придём к единству веры и познания Сына Божьего, став людьми взрослыми и мерой нашей зрелости, станет Христова полнота. А что же, это мы ещё не пришли к единству веры? А вы знаете, нет. Вот давайте посмотрим, вот если реально посмотреть на вещи. Допустим, христиане одной и той же церкви, да, вот скажем, русской православной церкви, одни очень любят и ценят обряды, а другие читают книги, а третьи, допустим, строго постятся. Вот вера вроде бы у людей одна, но их жизнь в вере очень разнообразна. И бывает так, что это всё служит какому-то единому такому церковному делу, возрастанию в вере, как описывает это Павел. А бывает так, что люди, в общем-то, не очень понимают, во что эти другие верят. Обряды веры, а у этих слишком высокоумные, из книжек всё вычитанное. Так вот, если всё это идёт в правильном направлении, то мы приходим к единству веры, мы начинаем понимать, как это всё работает вместе. Пока мы все не придём к единству веры, став людьми взрослыми. Великолепное выражение. Я так люблю эту мысль, что человек в вере взрослеет. Он не становится бессмысленным ладенщиком, которому что дали, то он и делает. А он, наоборот, начинает принимать на себя больше ответственности. Он начинает сам решения свои какие-то осознанные делать. И мерой нашей зрелости станет Христова полнота. То есть в какой момент надо сказать себе «стоп, я уже достаточно взрослый». Да вот когда ты станешь как Христос, вот тогда да, не раньше. Тогда мы уже не будем младенцами, не будут носить в нас волны, не будет увлекать ветер всякого лукавого человеческого учения, изобретённого хитрецами для обмана. Но будем держаться истиной, с любовью будем всё приводить к одному, ко Христу как главе всего. А зачем эта взрослость? Для того, чтобы всё приводить к одному. Когда мы становимся едины, мы можем людей приводить к одному, а не раздирать их на куски, говоря, вот мы это правильные, а вот эти нет. От него всё тело, всё тело церкви приобретает соразмерность и крепость во взаимосвязи, взаимной поддержке всех его частей, чтобы каждая действовала по-своему для роста всего тела, чтобы оно само себя созидало в любви. У Павла очень это такой центральный образ «церковь как тело». Ну, легко сказать, церковь – это тело Христово. Христос в телесном виде на земле не присутствует, правильно? Он вознёсся. Но есть церковь, которая его тело. Вот, как иногда говорят, у Бога нет рук, кроме наших. И у Христа нет на земле тел, кроме наших. Но у него, у Павла, это не только в том смысле, что, так сказать, мы, теперь мы. Он с нами, но телесно – это мы. Но ещё и в том смысле, что тело устроено сложно. Вот нередко так бывает. Человек приходит к врачу, говорит, у меня болит вот это. И врач ему прописывает от этого таблетки, даёт там диету, рекомендации. То у него заболело другой, он приходит к другому врачу, другой врач даёт совершенно противоположные рекомендации. Со мной так бывало. А есть хорошие врачи, которые лечат тело целиком, которые начинают с такого глобального обследования и дают рекомендации про тело целиком. Так, чтобы, скажем, лечишь там одно, не посадить при этом печень из-за избытка сильнодействующих лекарств. Или там давление у тебя, проблемы с ним, а ты там что-то начал другое пить, и у тебя в результате давление совершенно в ноль упало. Вот. И в церковной жизни то же самое. Да, то есть надо действовать соразмерно, при взаимной поддержке. И не пытаться вот лечить один орган или там выращивать один орган, если одно что-то выросло, а другое не выросло, это уродство, да, такие медицинские патологии есть. Вот это образ Павла, соразмерной жизни тела. Ну и дальше он уже так вот от этих красивых образов более конкретно начинает говорить. Вот что скажу, вот что пред Господом, объявляю вам, перестаньте вести себя подобно язычникам с их суетным мышлением. Их рассудок помрачен. Они отдалились от Божьей жизни из-за собственного невежества и ожесточения сердец. Дойдя до бесчувствия, они придались распусту, ненасытно творя всякую нечистоту. Собственно, вот, да, вы были язычниками, он начинает с этого послания к Ефесиным, ну, после кратких приветствий и словословия. Богу перестаньте, все, хватит. Но не этому научил вас Христос. Вы, конечно, и слышали о нем, и учились у него, ведь истинно вы Иисусе. Вы должны отказаться от своего былого поведения и прежней сущности, которую обманчивые желания влекли к гибели. Смотрите, слышали у него, учились у него, но не достигли его полноты, о чем он только что сказал. Мы все слышали об Иисусе, учились у него, разве нет? Ну, если только кто-то впервые от меня услышал, ну, это вряд ли. А достигли ли мы? Вот Павел и говорит, а как достигать? Мало слышать, мало поучиться. Да, нужно, чтобы это стало, собственно, вашей жизнью. А для этого вы должны отказаться от своего былого поведения и прежней сущности, которую обманчивые желания влекли к гибели. Обновите дух вашего ума и облекитесь в новую сущность, созданную как подобие Бога, в праведности и истинной святости. Смотрите, он, конечно, назвал там какие-то хорошие и плохие поступки, хорошие и плохие качества, но сущность, нужно отказаться от прежней сущности. Как часто бывает, что христианин, он остается прежним. Он берет, допустим, меняет какую-то там идеологию на христианскую, ему кажется, веру, а получается все равно идеология. Он отказывается от языческих обрядов и берет на себя христианскую, ему кажется, веру, а новая обрядовость, да, появляются новые какие-то шаманские практики, только уже с христианской атрибутикой. И таких примеров очень много. А вот обновите дух вашего ума, то есть вот само мышление изменить, начните по-другому мыслить, и тогда ваша сущность изменится. А все остальное изменение в поведении, в словах, в чем-то еще, это будет следствие. А потому, отказавшись от лжи, говорите каждой истину ближнему своему, ведь мы друг для друга части одного тела. Да, вот очень важный принцип. Может, не врать. Если мы врем сами себе, часто и друг другу, и Богу пытаемся врать, изображая из себя что-то, ничего не получится. Это вымышленный образ нас. Гневаясь, не грешите. Пусть заход солнца не застанет вас в этом гневе. Не оставляйте место дьявола. Еще одна маленькая цитата. Гневаясь, не грешите. То есть гнев бывает, гнев – это чувство. Чувства, они возникают у нас, и не можем мы от них отказаться. Но когда вы гневаетесь, не доводите дело до греха. Пусть заход солнца не заставит вас в этом гневе. Прекрасный принцип. Ну, бывает, что рассердился. Вот до восхода солнца, захода, простите, солнца, до захода солнца реши вот это чувство, как-то что-то с ним сделай. Куда-то его день, да, как-то его вырази. Не ложись спать в гневе, чтобы завтра встав продолжать это. Не давайте место дьяволу, да? То есть вот эта самая гневливость, она позволяет дьяволу действовать через нас. Ведь когда мы гневаемся, мы праведным гневом гневаемся. Не просто так кого-то обижаем, а даем ему понять, какой он нехороший. Кто крал, в предпустник крадет, а лучше пусть потрудится, творя собственными руками добро, чтобы было чем поделиться с нуждающимся. Это вполне понятно. Пусть не срывается с ваших уст никакое гнилое слово, а лишь благое, полезное для назидания и благодатное для тех, кто его услышит. Надо же, сквернословие наравне с воровством идет. И не огорчайте Святого Божьего Духа, его печать остается на вас до дня искупления. То есть, недостойное поведение – это огорчение Святого Духа. Это не просто «я там нехорошо себя повел, как некрасиво», а вот Святой Дух оскорблен, действующий во мне Святой Дух. «Отгоните от себя всякую злобу, раздражение, гнев, крики и ругань вместе со всем, что есть злого. Будьте по отношению друг к другу добры, сострадательны и прощайте друг друга, как и Бог во Христе вас простил». Собственно, почему мы должны прощать другого человека, если он ведет себя плохо и не всегда изменяется? Да потому что Христос простил, меня простил. Ну, а я чего другого не могу после этого. Это была четвертая глава Кефесина.